Приветствую всех на нашем канале. Привет. Слушай, нам, наверное, пора представиться уже зрителям, а то мы как-то все снимаем-снимаем, а они даже наших имен не знают. Рассказать наши имена, пароли, явки, кодовое слово от Сбербанковской карты. Все рассказать, короче. Вот этот элегантный мужчина рядом со мной, это мой муж Сергей. А эта незнакомая мне женщина, моя жена Наталья. Будем знакомы. Ну и теперь ты, наверное, исполнишь свое обещание, которое давал в прошлом нашем ролике, и расскажешь зрителям, почему все так страстно пытаются ужиться в Турции. Раскрой секрет, в чем, по твоему мнению, в чем секрет. Ну да, сейчас пока вы любуетесь видами, мы гуляем по парку сейчас. Парка Татюрка. Ну и я вам выскажу лично сугубо свое мнение, личное, но я думаю, оно верное. Когда еще жили, находились в России, ну, как, а что узнать, вот как, где про Турцию, да, что-то узнать. Конечно, смотрели в интернете там, все такое. Как, что, кто живет, почему. Что меня вот удивляло очень сильно. Кого не послушаешь, каждый говорит, климат. Почему переехал? Климат. Никто не может честно признаться, что сбежал из России. Ну, давайте так скажем, пытается сбежать из России и ужиться в другом месте. Ну, а почему Турция? Люди говорят климат. Ну, климат, да, Крым климат, Сочи климат. В России тоже много, так сказать, южных регионов, да, регионов, и я думаю, в Сочи даже, по-моему, есть такая схожесть с климатом Турции, но люди туда не переезжают в такой степени. И поэтому, я вот думаю, здесь климат имеет уже второстепенную роль. Да, именно так, второстепенную роль. А в первую очередную роль, это, конечно, жизнь, условия жизни. Так вот, что интересно, опять коснусь климата. Всех устраивает климат, но как только наступила зима, все взвыли, что здесь холодно, что здесь сыро, неуютно, плесень. Опять слова расходятся с делом. Значит, либо не до конца изучили климат, либо лгут. Да, вот, примерно вот такую тему-то я и хотел развить немного, как бы поделиться ею с вами, с теми, кто это посмотрит. Допустим, если говорить про нас, ну, я могу сказать откровенно, мы ищем лучшей жизни. Ну, и Турция. А почему Турция? Ну, это вообще ответ на поверхность. Это безвизовая страна. Допустим, я думаю, многие поехали куда-нибудь в США, да, там, во Флориду. Но, допустим, вот мы, мы уже подавали два раза на грин-карту. И оба раза, ну, безрезультатно. Почему США, допустим? Ну, не секрет, многие люди выбирают США. Турция, все хорошо, но зарплата, работа здесь с этим, ну, как бы, рейтинг стран, может каждый посмотреть. Ну, и видите, что Турция, конечно, выше России, но далека от развитых стран, так назовем их. Ну, и поэтому люди едут в Турцию. А чтобы получить визу в США, я думаю, если кто пробовал ее получить, тот знает, что я не лгу. Это очень сложный процесс. Такое мнение сложилось, что большинство людей не договаривает чистой правды, а стараются, как бы, прикрыть свое истинное намерение. Прикрывают свое бегство из России, потому что, скорее всего, опасаются, что вдруг придется вернуться назад. И как бы не попасть в просадку. Да, я тоже такого мнения. Мало людей, кто говорит просто вот, ну, правду, правду. Тоже вот, говорю, вот, когда я смотрел блогеров перед отъездом в Турцию, прям многие говорят, что там туда-сюда, у них все вроде хорошо, зарабатывают хорошо. Я не могу похвастать, что мы хорошо зарабатывали, да. И здесь я встречал уже ни одного блогера. Ну, и как бы, ну, ни по виду, ни почему не скажешь, что какие-то там денежные люди. Ну, и поэтому я не знаю, зачем зрителю вводить в заблуждение тех, кто там хочет попробовать себя в другой стране. Мне кажется, было бы желание. Ведь даже нам, ну, мы люди уже как бы среднего возраста, даже когда мы собирались в Турцию и об этом как бы поделились с родственниками, столько было всяких разговоров, вас никто не ждет и всякое такое прочее, кому вы там нужны. Ну, я всегда придерживался такого мнения, меня никто нигде не должен ждать. Ну, и мне вообще на это, ну, если грубо сказать, наплевать. Ждет меня кто-то или не ждет. Ну, например, в Турции. Как меня здесь вообще могут ждать или не ждать, я говорю. Ну, здесь турки даже не знают в моем существовании, так сказать. Ну, люди, живущие на территории этой страны. Ну, да. Сами мы уехали сюда. Причина настолько банальна. Да, мы устали жить в деревне, в которой мы жили. Хотя у нас был и свой маленький бизнес. У нас половина продали, вот остался еще дом, только не проданный. Если кому-то интересно, оставлю ссылку под видео на обзор дома. Может, кого-то из вас заинтересует дом в Тверской области. Со всеми удобствами, с мебелью, с посудой. Так что, если кому интересно, посмотрите видео. Может, заинтересуетесь. А нас именно не устроила жизнь. Поэтому мы приехали сюда. Это самое простое место было, куда можно было уехать. И пока что здесь находимся. И будем находиться здесь до тех пор, пока сможем. Да. Ну, почему это весь разговор? Да, начали-то мы как раз с того, что... Ну, многие люди не договаривают вообще своего истинного намерения. Поэтому как-то складывается нехорошее впечатление. Начинаешь смотреть канал и чувствуешь, что тебе там не договаривают. Пытаются как-то ввести в заблуждение. Я понимаю, что у них каналы там, у других людей там, ну, своя тематика. Вот четыре месяца мы здесь прожили уже. Прекрасно. Прекрасные виды. Зима здесь. Ну, в этом году зима была одна из самых холодных тут за несколько десятков лет. Ну, так немного некомфортно было. Ну, потому что квартира съемная, без отопления. Здесь красиво. Не идеально, но... Лучше, чем там, где жили мы. Да. Даже не то, что районный, а областной центр. По сравнению вот с тем местом, где мы сейчас находимся, гуляем. Да и вообще, в целом, с этим городом, с Анталией, ну, это как... Я даже назвать, называть не буду. Отхожее место, короче. Ой, на что я тут еще вот обратил внимание. Значит, тему такую, кто почему сюда в Турцию едет, мы немножечко так это оставим. Вроде сказал уже свое мнение вот об этом. Еще интересное место. Вчера ходили вдоль моря. Вдоль куст... Ну, там кусты, так, тропиночки. Знаете, вот это вот российская, наша, русская. Когда заходишь в кусты, скорее смотришь под ноги. Не наступить ли бы на мину, на чью-то. Да. Да, 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 да. Блин, в кустах. Ну, там, мусор есть, но нету нагаженного, нету меня. Вот этим Турция меня, конечно, поражает. Хотя, вроде бы, как по статистике, она не считается развитой страной. Ну, вот этим меня, конечно, поражает. Ну, и ответ здесь, про, здесь много сортиров. Бесплатные. Да, да, да. Где-то слегка платные, в большинстве своем бесплатные. Очень интересно. Че, мы куда, к пруду или куда идем-то? В какую сторону? Да, ну, не знаю, пойдем к пруду. Вот, пока мы идем, рассказываем вам свои наблюдения, делимся впечатлениями. Вы полюбуетесь этими видами. Вот, на лодочке люди катаются. Здесь эти лодки стоят, пару штук, на этом пруду. Че, тут платные или как, но мы не в курсе. Но рыба в этом пруду крупная. Я сам лично видел. Ну, че, мы вроде обещанную тему раскрыли. Все рассказали. Или еще что хочешь сказать? Да нет, вроде бы сходить нечего. Ну, да, рассказывать все не будем сразу. А то нагрузим людей. Ну, да. Прибережем на следующий раз. Да, да. Ну, что. Наверное, к следующему нашему выходу в эфир мы еще какую-нибудь тему придумаем. Или вы предлагаете в комментариях о чем хотите узнать, услышать наше мнение насчет чего пока мы здесь находимся в Турции расскажем. А там вы уже сами сравните со словами других блогеров или со своим личным впечатлением от посещения Турции. Давайте общаться. Расскажем, покажем. Хоть цены там какие-то на шмотки, на продукты или еще на что-то. Сходим, снимем. Да. Предлагайте темы. Давайте будем сотрудничать. Давайте будем дружить. Ну, и на этом заканчиваем. Всего хорошего всем. Пока-пока. Пока. А мы пойдем вон туда, где чертово колесо. Субтитры сделал DimaTorzok